11.05 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда и в дневном развороте рубрика «Урбан». Всегда счастлив говорить на городские темы и обсуждать важные, насущные вопросы, примерять на себя опыт других регионов и городов. Собственно, для этого и создавалась программа «Урбан». Сегодня мы тоже не будем отступать от нашей традиции. У нас будут две очень интересные темы. Во втором части мы с вами выполним творческое задание и дадим название новому жилому микрорайону, который вырастет многоэтажный на месте бывшего военного училища КВАТУ. У всех, у кого есть творческая жилка, есть возможность присылать нам свои предложения ВКонтакте. Да, ВКонтакте или по телефону 211-101. Это будет в первом часе. Во втором. То есть мы с тобой опять косячим, Коля. Это будет во втором часе. Мы опять не представились с тобой. Да, мы уже представились. Это Николай Голиков, Светлана Занькова. И Светлана Занькова. Да, мы ведем сегодня программу «Урбан». Итак, второй час. Второй час. Территорию КВАТУ застроят многоэтажным жильем и предлагаем вам назвать этот микрорайон. Как вы считаете, что нужно сделать? Не забывайте, что об этом нам вчера сообщил новый сети-менеджер Илья Шульгин. То есть если вы хотите, чтобы там был парк, вы забудьте. Вы просто придумываете название для нового микрорайона. Мы об этом поговорим. Во втором часе придет Антон Касанов, Михаил Лицарев. Надеюсь, они не прогуляют этот эфир. И мы с вами можем даже стихи слагать в честь этого нового строительства. В первом часе тоже будем говорить о городе. Будем говорить об очень важной теме, о наших теплосетях. Мы много здесь говорили, что теплосети требуют ремонта. Я уж не помню, был ли хоть один месяц, когда бы мы об этом не говорили. И вот в прошлые эфиры неоднократно приводился опыт города Ижевска, где работает консессия, которую нам Сергей Александрович Берес, директор компании «Т-Плюс», здесь очень подробно рассказывал неоднократно. Сергей Александрович и сейчас у нас в гостях. Добрый день. Да, добрый день. Но начнем мы не с него, а начнем с общественной палаты. Целых два представителя общественной палаты здесь у нас сейчас в студии. Это Сергей Улитин, член обкоза, заместитель директора ВТК «Энерго». Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И Константин Сичихин, член общественной палаты, представитель УНЭТ. Константин, добрый день. Добрый, добрый. И мы очень рады видеть здесь Андрея Акашурникова, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Кирова. Андрей Ильич, здравствуйте. Добрый день. Начнем с Улитина. Сергей Николаевич, инициатива... Наказуемая. Посмотрим, насколько наказуемая. Я так вижу, что приветствовалась. Инициатива прозвучала на одном из заседаний общественной палаты Кировской области, где общественники предложили выехать совместно в Ижевск, вот такой большой рабочей группой, чтобы посмотреть, а как же все-таки концессия там работает, что там с теплосетями, сдвинулся ли вопрос с мертвой точки. Это так? Это так. Мы каждый год смотрим за состоянием сетей. Сергея Александровича приглашаем, он нам не отказывает. И мы понимаем динамику, которая нас на самом деле не радует. Мы понимаем, что в эту зиму мы входим с теплом, более-менее стабильно, но в общем ситуация-то пока потихонечку катится вниз. И когда мы понимаем, какие инструменты в принципе могут быть, чтобы эту ситуацию исправить, пока нам и законодательство, и вообще опыт соседей не дает ничего, кроме концессии. Но концессия пока очень страшное слово, и вот эти вот страхи, в том числе для того, чтобы развеять, мы поехали в Ижевск, где концессия уже реально работает, где признана положительным опытом. Это не первый опыт в России. Есть и Владимир, может быть, и туда съездим, но пока Ижевск он и поближе, и получается, что вот у них пока свежи все эти воспоминания и достаточно неплохие эффекты. А давно ли у них работает концессия вот уже? Концессия у них... В Ижевске. Сергей Александрович, сейчас... Концессия работает у них с прошлого года. Прошлый год был первый, но и в прошлом году, и в этом году они уже массово за два года переложили в порядка 160 километров сетей. Давайте обозначим, каким составом вы поехали вчера в Ижевск. Кто там был, Константин? Ну, там были представители администрации города, был Сергей Николаевич, я приездил туда. Вот с таким небольшим составом мы туда съездили. Здесь практически вся рабочая группа, которая выехала в Ижевск. Да, да, да. Нет, опыт очень хороший по Ижевску. Можно рассказывать очень долго. Почему? Потому что концессия... Долго нельзя, у нас уже 36 минут. Да, долго нельзя, так как концессия это будущее. Будущее не только с тепловыми сетями, концессию надо изучать во многих направлениях. И для города Кирова концессия, если по тепловым сетям будет, это первый шаг к развитию других направлений. Вот это такое мое мнение на сегодняшний день. И город Ижевск на сегодняшний день этот шаг сделал таким образом. Да, они еще сделали во время изменения законодательства. Сейчас законодательство изменилось намного лучше, 115 закон. И проще для муниципалитетов стало работать в рамках концессии. Да, давайте слово городу тоже дадим. С какими целями, Андрей Ильич, вы отправились в Ижевск? А потом уже будем подробно разбирать, какова ситуация в Ижевске. Себе поближе микрофон смело перейти. До целей, значит, наверное, небольшая история. В 2004 году была заключена договора Энды по тепловым сетям, по ОТ+, КТК, по содержанию данного теплового сетевого хозяйства города Кирова. И в целом это около 400 километров сетей в двухтрубном исполнении, 21 котельная, более 200 СТП. То есть все тепловое сетевого хозяйства, то, что было в казне муниципального образования, было передано в аренду данного предприятия. И ежегодно данное предприятие готовило сети к зиме на те средства, которые выделялись в качестве арендной платы на ремонт этой сети. Эта сумма составляет порядка 60 миллионов рублей ежегодно. И ее величина, растягивая на протяженность сетей, наличие ЦТП, теплоисточников, не позволяет в должном образе данному предприятию эксплуатировать и содержать эти сети. Данному предприятию мы имеем в виду Т+. Ну да, значит, это говорит и рост дефектов, которые происходят на теплоисточном хозяйстве, а рост с 2003, ну с 2013, даже возьмем статистику, до сегодняшнего дня, там рост более чем на 1000 дефектов в год. То есть там, если было раньше пределы 2000... Прирастает каждый год на 1000 дефектов? На 10-15 процентов? На сегодняшний день, говорю, с 2013 года до 1 октября 2017 года. Условно скажем, там в 2013 было 2000 дефектов, то вот уже на 1 октября текущего года мы имеем там 3000 с лишним, 3300. Так это в полтора раза рост почти. Вот. Ну вот за эти 4 года, да? За 4 года. Ну естественно, если там развить пропорционально, то примерно динамика, она стабильна из года в год. Ну кроме того, ветша от оборудования, как и ЦТП, которые тоже требуют значительной реконструкции, ну и котельных теплоисточников, вот этих 21 котельных, которые находятся в аренде, то же самое. Для того, чтобы стимулировать предприятие, предприятие был стимул, и предприятие понимало, что в тех доверных отношениях, которых на сегодняшний день, и которые могут в любой момент быть расторгнуты, дать стабильность работы предприятию, то, наверное, вот конституционное соглашение на сегодняшний день, это тот существующий механизм, в соответствии с действующим загадательством, который мы можем применить по отношению к данным сетям и работе с данным предприятием. Вы к этому выводу пришли сейчас или после поездки в Ижевск? Нет, к этому выводу мы пришли своим параллельным ходом, а вот поскольку Ижевск там был на шаг впереди нас, то, естественно, не воспользоваться этой ситуацией было бы, наверное, неправильно. И у нас немного разная ситуация на старте между нами и Ижевском, это по регистрации теплосетевого хозяйства. Ижевск готовился к этому шагу 10 лет. Мы как бы вот в последний вагон входим. Это с какого времени мы готовимся? По времени, то есть мы работаем уже практически больше года. То есть они 10 лет, а мы год. Да, а мы год. Речь идёт о постановке на кадастровый учёт того оборудования и всего оборудования теплосетевого, которое необходимо провести перед заключением Конституционного соглашения. Ну, причём у нас как в Ижевске, так и в городе Кирове у нас одинаковая ситуация в части трансформации договора в аренды. В Ижевске аналогичная ситуация была договор аренды по ОТ+. Ну, и то же самое у нас. И в рамках действующего договора мы трансформируем договор аренды в Конституционное соглашение на тот же самый срок и с изменением тех условий, которые сейчас предусмотрены действующими законодательствами под Конституционное соглашение. Когда Вы говорите, что мы трансформируем, то есть процесс сейчас происходит уже этот? К этому процессу в Ижевске трансформировали договор аренды в Конституционное соглашение, а сейчас мы готовимся к данному мероприятию. Какие вот вешки на этом шаге, я уже сказал. То есть необходимо разогрессировать всё имущество, найти, согласовать Конституционное соглашение, разработать инвест-программы, определить финансовую модель Конституционного соглашения. То есть там достаточно тех мероприятий, которые необходимо выполнить для того, чтобы сложить все эти пазлы. Мы сейчас прерваемся буквально на полминуты, после чего непосредственно перейдём к тому, что Вы увидели в Ижевске. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан. Мы здесь обсуждаем будущее наших теплосетей. И слушатель к нам прорвался, несмотря на то, что мы, Коля, с тобой не объявили даже телефон прямого эфира. Ну, вообще-то мы его объявили, Свет, ну ладно, это не важно. Главное, что он прорвался. Давай примем звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Васильевич. Я бы хотел задать вопрос Бери с него. Пожалуйста. Как я понимаю, они там управляют. Теплоснабжающие компании. Вопрос такой. Вот мы хотели узнать по проспекту строителей. Бывали когда этим летом опрессовка? Вот. И не могли узнать на сайте у них. Так, Владимир Васильевич, в темпе. Какой еще вопрос? Все? Ну, вот нам давали. В конце концов, нас послали в управляющую компанию. Нас послали в управляющую компанию. Слушайте внимательно. Сейчас будет ответ господина Береснева. Только кратко. Да, разрешите ответить. В этом году мы опрессовали весь город, который относится к нашей части, которую мы обслуживаем. 88 секций опрессовано. Все графики опрессовок у нас имеются. Мы можем показать о том, что опрессовочными машинами какое давление мы поднимали и насколько оно держалось. Сергей Александрович, куда обратиться Владимир Васильевич? Я чуть-чуть не понял вопроса. Он сказал, что не нашел информации по опрессовке. По опрессовке мы, если надо, то дадим. Пресс-служба у нас есть. Но надо понять вопрос, опрессовка чего? Мы опрессуем только с сети до домов, до задвижек. Была ли опрессовка внутри дома? Я, конечно, пояснить не могу. И это управляющая компания. И это управляющая компания. Наверное, правильно ему говорят о том, что если он хочет узнать. А мы это говорили не раз о том, что, уважаемые жильцы, обращайтесь к управляющим компаниям. Требуйте с них, чтобы была опрессовка перед началом отопительного сезона. Наверное, это правильный вопрос. И к управляющей компании точно надо. А графики у нас есть. Хорошо. Мы сейчас временно не будем принимать звонки. Потому что очень хочется все-таки познакомить с опытом Ижевска. Поэтому уж потерпите, слушатели. Как-нибудь в другой раз мы встретимся. Тем более мы на эту тему говорим практически постоянно. Будем принимать эфир. Ну, раз Сергей Александрович Бересни взял слово, Коль, то, наверное, пускай он нам расскажет про опыт Ижевска. Ну, собственно говоря, что именно они увидели в Ижевске. Что у них там произошло за 10 лет? Ну, смотрите, коллеги. Вот сейчас прозвучали цифры от администрации города о том, что сколько денежных средств вкладываем в городские сети. А городских сетей у нас достаточно много. Это практически 400 километров сетей. А вкладываем 60 миллионов рублей в год. Мы видим, что в Ижевске ситуация после заключения концессии существенная другая. Сейчас теплосетевая компания вкладывает в сети, также по конкурсам, все как полагается, примерно 500 миллионов рублей. У нас сетей чуть больше, чем в Ижевске. И наш проект сейчас, концессионная программа, мы видим о том, что потребуется для города примерно 600 миллионов рублей ежегодно вкладывать. Если ижевцы сейчас в год меняют 37 километров тепловых сетей по реконструкции, примерно такой же объем в программе ремонтов, это получается 74-75 километров. В этом году мы сделали глобальный скачок, и мы поменяли всего 30, в два раза меньше, чем в Ижевске. То есть это после глобального скачка вы сделали в два раза меньше, чем в Ижевске, получается? Да. На сегодняшний момент у нас такие источники имеются, и мы в этом году, кроме действующих источников, тарифами привлекали собственные источники компании для того, чтобы как-то эту ситуацию попробовать преломить. Непреломляемая история без перехода на концессионную модель. Вторая история, как отработал Ижевск. Существенное снижение подпитки теплосетей. Мы понимаем, что каждый день через все маленькие дырочки, через все дефекты уходит, каждый час уходит определенное количество объема воды, подогретой, химоочищенной. Это затраты всех, это затраты нас, как генераторов, производителей тепловой энергии, это затраты КТК по транспортировке воды, это затраты в конечном итоге жителей. Если в Ижевске снижение подпитки произошло с 700 тонн часовых, то 220 тонн, понятно, что у них объем сети чуть меньше. У нас в сегодняшний момент, если в прошлом году подпитка была у нас 760 тонн часовых, то в настоящее время у нас идет подпитка 830 тонн часовых. Сейчас вводим уранин, сейчас ищем дополнительно те дефекты, которые опять же будем копать, будем устранять, и для того, чтобы объем подпитки был нормативный, не был нормативный, а по крайней мере снизить до прошлогоднего, чтобы спокойно пройти зиму. Потому что кроме того, что мы греем город, мы греем вот эти 700-800 тонн часовых, каждый час мы это делаем. То есть это глобальный объем тепловой энергии, который выбрасывается, и вот они существенно сократили этот объем подпитки. Сергей Александрович, просто слово подпитка, оно такое красивое, на самом деле это потери, это потери. Подпитка-то звучит так радостно, подпитка увеличилась, это потери сетевые. То есть вот километраж, который они перекладывают, те денежные средства, которые они в итоге получили, тот эффект, который они получают уже на второй год работы концессии, просто, мне кажется, ошеломляющий. И Чибис, замминистра строительства Российской Федерации, строительства ЖКХ Российской Федерации, в этом году очень позитивно оценил их опыт, потому что, ну, на самом деле, и жестко меняются. Передаем слово господину Улитину, я вижу, что есть что сказать, пожалуйста. Да, я хотел просто, вот Сергей Александрович сказал такие вещи технические, ему очень важные и понятные. На самом деле, что такое Ижевск? Два года назад, в начале отопительного сезона, была в Ижевске введена чрезвычайная ситуация, потому что, по большому счету, было такое количество порывов, что сами они справиться не могли. Приезжали из других регионов и ситуацию спасали. И буквально вот... Два года назад. Да, два года назад было. И сейчас вот на селекторе, который был ПФО, Ижевск привели как пример города, в котором, наконец-то, процент износа сетей стал не увеличиваться, а уменьшаться. То есть у них, по-моему, за последний год на 6% улучшилось состояние с износом сетей. Вот для нас-то вот важно же это вот, количество порывов, процент износа, как мы будем жить, получать тепло. Ну и, конечно, один из вопросов, а во сколько нам это обойдется? Ой, это хороший вопрос, мы сегодня его подробно разберем. На самом деле, у меня ситуация вот в чем шокирует. Сказал же нам Андрей Ильич, что 10 лет готовился Ижевск к консессии. Но сделал он этот шаг только тогда, когда была введена чрезвычайная ситуация. У нас ситуация на грани чрезвычайной. Согласна? Прямо так. Нет, ну, конечно, город не скажет, что у нас ситуация на грани чрезвычайной. Чрезвычайная ситуация, это когда ситуация неуправляемая. На сегодняшний день ситуация еще управляемая. И мы не находим пока мотивации введения чрезвычайной ситуации. И лучше вы ее не нашли, конечно. Ну и правильно, вот Сергей Александрович в этом нам активно помогает. Так, хорошо. Я так понял, что на консессию мы будем переходить, не дожидаясь того случая, когда мы на всю Россию прогремим. Переход к консессии, это механизм понятен. Это как бы шаг требуется. Но для того, чтобы этот шаг сделать, еще необходимо значительное обсуждение всей этой модели всех сторон. Каких? Администрация города, правительство Кировской области, администрация города, кондиционер, который заходит на эти сети, то есть вот ПАО Т-плюс, общественность, которая... Сергей Александрович, сколько раз собирались по этому поводу уже в таком составе? Сергей Александрович, которая должна, ну, которая тоже подключится к этому вопросу, несомненно, депутаты Кировской, городской думы. То есть весь тот широкий круг людей, которые... Слушайте, ну еще 10 лет мы будем встречаться, что ли? Ну, скажем так, здесь ведь больше всего цель понятна. Сейчас для того, чтобы эту тему обсуждать, нужен ряд финансовых моделей, по которым будет... И которую финансовую модель можно будет принять за ту основу, которая пойдет в вот это конституционное соглашение. А финансовые модели Т-плюс готовил уже какие-то и город, соответственно? Давайте я поясню о том, что, да, Т-плюс мы готовили инвестиционную программу, проект инвестиционной программы. Предварительно мы с городом это обсуждали, сейчас надо еще с областью прообсудить. Мы готовили разные варианты развития событий, то есть это одномоментный переход на концессию с одномоментным повышением индекса платы граждан. По аналогии с Ижевском есть вариант такой о том, что в три раза повышать индекс платы граждан, как делают они. Ну, то есть эти модели у нас тоже есть, просто пока решение не принято все-таки, как мы идем. Сколько раз правительством встречались по этому вопросу? Я вас вижу все время входящим в эти двери, они прямо хорошо просматриваются у нас из закона редакции. Я готов обсуждать это каждый день, лишь бы было в пользу, но пока мы решение не приняли по концессии. У меня вопрос... Вопрос-то, видимо, в чем стоит? Вот из этих вот многих вещей, которые нужно сделать, чтобы перейти к заключению концессионного договора, где наибольший затор, где наибольший тормоз? Давай спросим у Андрея Ильича, где затор? Что, собственно говоря, надо сделать такое, чтобы это сдвинулось между точки? Техника вопроса та, которая требовалась по имуществу, на сегодняшний день она практически уже отработана. То есть... По регистрации имущества. Да, по регистрации имущества. Тот необходимый, пакет имущества, который необходим для первого шага, для заключения концессии... Он сформирован, это мы поняли. Это 50% этого имущества, и в течение последующего года консессионер должен это имущество провести, когда с работой уже самостоятельно. Это в случае, если концессия будет заключена. Да, если будет в случае, концессия заключена. Ну и вот самый серьезный шаг, это дали уже именно как инвест-программа ресурсо-набжающей организации и финансовая модель повлият на плату потребителя. Это самая главная проблема? Это одна из самых главных проблем, за которую, наверное, запинается не только город Киров, через которую прошел и Ижевск. Проходило тоже сложно и непросто. А как они сделали? В двух словах опишите. В три раза подняли, вы говорите. Да, да, да. Было порядка четырех финансовых моделей предложено, были просто-напросто торги. Администрация торговалась ниже тарифа, а консессионер, конечно, настаивал на более выгодной для него финансовой модели на сегодняшний день. Конечно, первая модель проходила, как Сергей Александрович сказал, что в первый год повышение максимального тарифа, и там повышение максимального тарифа должно было быть в Ижевске на 18% практически. В итоге пришли к выводу, что тариф будет повышаться в течение трех лет. Первый год повышение произошло порядка 6%. Четырех лет, говорят. Четырех лет. Первый год повышение порядка 6%, в следующий год повышение порядка 5% получается. В итоге, ну и в последующие годы уже индекс будет расти согласно нормативу. Я не очень поняла, как этот конкурс прошел. Что с кем соревновался на этом конкурсе? Нет, ну, по сути, администрация отставила позицию граждан в данной ситуации. Это вопрос позиции граждан. Граждане хотят тепло и хорошие трубы. И поменять платить за все это. Смотрите, тоже надо понимать мнение граждан в данной ситуации. Все-таки резкое повышение тарифа, это не говорит, это будет всплеск, во-первых, негатива в данной ситуации. При этом надо объяснить, что ресурс, тот качественный ресурс, он будет лучше в данной ситуации. Вот здесь мы прервемся буквально на полторы минуты, у нас будет реклама. И тут общественникам и карты в руки, как говорится, как работать с гражданами, как объяснять необходимость введения консессии, например. Это мы разберем после перерыва. Урбан. Программа о городских проектах. Давай, Коль, напомним, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о опыте в Ижевском, где было заключено концессионное соглашение. Буквально полтора года назад. Ну, в общем-то, год они отработали в этих условиях. И о том, к чему это привело в Ижевске, как это произошло, что стало лучше. И как это отразилось на жителях Ижевска, собственно говоря. Вот мы сейчас этот вопрос затронули. И надо, мне кажется, к нему еще вернуться. Да, потому что пока мы две минуты обсуждали в перерыве, я видела, какое количество звонков продюсеры принимали там у нас с редакцией. То есть, мне кажется, самый главный вопрос для наших слушателей, условно говоря, вот они сейчас платят столько-то, а вот когда будет концессия 11, сколько же они будут платить? Вот в Ижевске как это произошло? Кто может мне объяснить именно для конечного потребителя? Потому что какие-то фразы звучали не очень понятные. Вот смотрите, то, что сказал Сергей Александрович, еще раз надо проговорить, когда он говорит, что в три раза могло рассматриваться вариант рассмотреть, то в три раза не тариф умноженный на три, не стоимость в платежке умноженная на три, а вот эти 4%, то есть максимум, что рассматривалось в 12%. К чему пришли? Пришли к тому, что в первый год... Вот эти 4% это что? Так вот, давайте, примерно, вы помните ижевские цифры, что у них было в прошлом году, что стало в этом? Ну, у них 1440 был тариф? Нет, 1590 у них был тариф, а в этом году 1640 в этом году. Повышение на 50 рублей. На 50 рублей, да? То есть ни в какие, ни в три раза, ничего, просто на 50 рублей за гигакалорию. Именно индекс повышения платы граждан, это именно индекс, тот индекс, который установлен законодательством, насколько больше он не может повышаться. Это не в три раза, там, ни полторы тысячи, ни четыре с половиной тысячи сразу становится. Это повышение произошло при таком, ну, при подписании концессии, повышение тарифа произошло на 50 рублей, чтобы все понимали. Вот, было 1590, стало 1640, а у нас на минуточку 1703. Вот смотрите, опять же, я по концессии хочу сказать, по тем моделям, которые сейчас есть, если единомоментно принимать все решения и выходить на инвестиционную программу в 600 миллионов рублей, это добавит в среднем на двухкомнатную квартиру в месяц примерно 200 с небольшим рублей. То есть вот по памяти вот такие цифры, глобальное, неглобальное, это надо обсуждать, пока мы решения никакого не приняли, как мы идем. Или единомоментно, или в три года пойдем. Вот в Ижевске, я так понял, что 200 всего нужно, чтобы выйти на цифру 600 миллионов рублей. 200 рублей в месяц, повышение платы за услуги отопления. Но в Ижевске, я так понял, что они растянули, да, на 4 года. Да, Ижевск растянул это на 4 года. Если у нас вот, если делать один год, то это на 200 рублей, грубо, и потом тариф не будет повышаться, согласно, да, с небольшим. А если, как Ижевск сделать, то вот они сделали там 50 рублей, потом в следующий год 40 рублей, потом еще там 30. И в итоге вот у них повышение будет там порядка этих же, там, 200 рублей, но они растянули это на 4 года. Вот именно какая будет модель принята, это вот как раз, я понимаю, предмет переговоров, которые сейчас идут. Да, в этом вопросе. Которые мы тут случайно торгами назвали, да, на самом деле просто идет переговорный процесс. Да, это процесс переговоров, это процесс между конституционерами и администрацией на сегодняшний день. И это правильно, и мы, как общественники, тоже утверждаем, что это правильно. Это должно быть несколько финансовых моделей со стороны конституционера. И уже мы в рамках там общественного обсуждения, либо еще каких-то моментов, да, мы это обсуждаем, чтобы граждане тоже понимали, чтобы до них мы могли донести информацию, какой положительный опыт, ну, или какие положительные моменты будут для них в рамках отопительных сезонов. Это меньше отключений, меньше прорывов, меньше будут копать во дворах у нас просто-напросто те раскопки, которые сейчас производят, да. Ну, и, во-первых, это все-таки сейчас колоссальные деньги Федерация вкладывает в рамках благоустройства территории, уличных дорожных сетей, вот. И этим самым мы сами с вами наблюдаем, что недавно улицу Горького у нас приняли, новый асфальт положили, а прошла неделя, ее начали раскапывать. Почему? Да потому что авария на сетях произошла, и мы не можем от этого просто-напросто предугадать. Завтра к нам должен прийти Михаил Порщнев, который как раз, собственно говоря, и будет рассказывать о дорожном строительстве. Я знаю, что поставлена задача губернаторам согласовать все моменты по ремонту дорог и по ремонту теплосетей, чтобы у нас не было такого, что мы деньги положили в асфальт, потом его вскрыли, ну, и закопали практически. Посмотрим, что он скажет. А сейчас мне просто... Я выйду на минуту, потому что с нами готовится связаться Ижевск, я выведу его в эфир. Нам интересно, как они с гражданами-то работали. Поэтому, Коль, возьми сейчас инициативу на себя. Так, здесь как раз не мне надо инициативу брать, у нас здесь представители общественной палаты, которые, собственно говоря, и будут. Я так понимаю, что в этом процессе защищать интересы именно конечных потребителей. Ну да, я хотел бы сказать еще к предыдущему вопросу о том, что как синхронизировать вопросы перекладки сети и дорожного строительства. Понятно, мы сейчас видим о том, что дорожное строительство идет опережающими темпами. На дорожное строительство денежные средства есть и достаточно приличные. А на теплосети не хватает денежных средств для перекладки. И, естественно, мы идем не синхронно. Я думаю, что сейчас Константин расскажет, как и в Ижевске они прошли эту историю, как во дворах они политику развивают по перекладке сети и по благоустройству. Вот как раз у них получилась синхронность. Почему? Потому что концессия и федеральная программа безопасной и качественной дороги, и формирование кофорной городской среды, федеральная программа, они заработали в один год практически. И у них получилась такая синхронность на сегодняшний день. Например, они создали, понятно, при администрации создан штаб, который формирует все эти моменты. При этом в рамках комфортной городской среды они смотрят на износ сетей. Они смотрят на износ сетей во дворых территориях. И если где-то в планах графика конституционера стоят дворовые территории, которые расписаны на ближайшие два года, они не стараются эти дворы включать в рамках комфортной городской среды. Только по той причине, что людям просто объясняется, что вы сегодня сделаете, а завтра у вас начнут копать. И вы должны это понимать. Лучше давайте подождем год-два. И в рамках, опять же, программы, она не на один год у нас комфортная городская среда. И потом, в последующие годы, мы с вами ваш двор отремонтируем. Вы также будете участвовать в этой программе. Просто подождите пару лет. Но я так понял, что это возможно только в том случае, если идут плановые ремонты. То есть не так, как у нас, когда уже что-то случилось, начинают неожиданно рыть. Это и есть. Консессия как раз позволяет вот этот плавплановый характер. Консессия, это и есть план. Это понимаете, это план-график на весь период прописания консессионного договора. Там будет четко прописано, понятно, там не по дням, но как минимум по годам будет прописано те объемы работ, которые будут выполняться в рамках прокладки сетей в городе Киры. Понятно, что там будет все указано, и будут понятно, какие магистральные линии будут ремонтироваться в первые очередные, какие не в первые очередные моменты. Почему? Потому что у города все-таки... Я поправлю, Костя. Вопрос сейчас идет про 400 километров городских сетей. И в концессии прописано, правильно ты говоришь, о том, что по годам какие работы именно на этих сетях. То есть понятно, что есть магистральные сети, на магистральные сети у нас худо или бедно, там порядка 200 миллионов рублей есть, которые мы также тратим на перекладку этих сетей. В этом году тоже мы тратили даже чуть больше, чем эта сумма предусмотрена. Конечно, синхронизировать точно надо, как и по дворам, так и по основным трассам, по дорогам. У нас есть телефонный звонок, мы смогли связаться с Ижевском. И на связи Ярослав Балабанов, заместитель председателя постоянной комиссии Гордумы города Ижевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры. Ярослав Викторович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Ярослав Викторович. Вот у нас один из основных вопросов, который сейчас стоит перед администрацией, и мы понимаем перед общественностью, в частности, общественной палатой, это как вы разъясняли жителям необходимость принятия этого тарифа, как вы работали с населением? Ну, прежде всего, мы показали физику процесса, то есть, что происходит сейчас и как будет развиваться инерционный сценарий вот этого вопроса. То есть, другими словами, мы выходили на очень непрезентабельные вещи, связанные с тем, что ситуация, которая в 2015 году уже сложилась, которая называлась чрезвычайной, она может повториться, и вообще мы можем из этого замкнутого круга кризиса не выйти. Кроме того, мы показали, что существующие арендные отношения, они не позволяют как инструмент выходить на логику нормального инвестиционного процесса. Потому что, на самом деле, арендодатель не может ничего привнести в эту схему, а арендатор не заинтересован в том, чтобы вкладывать эти деньги, считывая, что договор предусматривал одностороннее расторжение в любой момент, и смысла куда-то вкладываться, помимо тарифных источников, не было. Вот появился такой инструмент, как концессия, мы его начали активно обсуждать, создали с участием города общественный совет по ЖКХ, на нем обсуждали эту тему, выходили на депутатов городской думы, там очень подробно объясняли, рассказывали вопросы, которые были, отрабатывали, а вопросов было немало, потому что было очень много сомнений, это понятный инструмент новый, в России таких аналогов на такой огромный сетевой имущественный комплекс не было. Но мы все вопросы старались разрешить и найти общий язык. Самое интересное было, когда мы уже оформляли соглашение, концессионное, мы с участием города вместе вытащили вопрос на общественную плоскость и все желающие любые предложения, которые у них были в головах, могли на ресурс, который администрация города выложила, задавать свои вопросы, предложения. Мы их обсуждали комиссионно, приходили к общему выводу, либо отклоняли, либо принимали и включали в текст концессионного соглашения. Вот таким образом и происходило это информирование. Сколько времени у вас, собственно, разъяснительная работа заняла? Ну, мы в эту историю начали заходить с начала 2016 года и к концу года мы уже должны были 20 числом декабря прийти к соглашению. Ярослав Викторович, были ли возмущения? Обращались ли граждане к вам? Ну, отдельное возмущение есть до сих пор. Это, как правило, связано либо с какой-то критика просто ради критики, чтобы привлечь к себе внимание. Но сейчас эта критика стала все меньше, когда компания показала эффективность этого проекта. Сразу на лицо эффективность была. Ну, во-первых, она сейчас уже выложена в физических объемах, то есть перекладки стали подвергаться не 10 километров сетей в год, а 37 километров, как вот, например, в 2017 году. А в 2016 году мы успели еще 40 километров где-то приложить. И последний вопрос, Ярослав Викторович, потому что через две минуты у нас заканчивается уже эфир. Завтра мы будем разговаривать с одним из наших правительственных чиновников, который отвечает за дороги. И хотелось бы понять, как вот вы решали вопрос прокладки дорог новых и замены старых коммуникаций? Потому что в Кирове остра проблема, когда кладут дорогу, потом ее разрывают, чтобы положить новые трубы. У вас такая проблема была и как вы ее решали? Да, у нас эта проблема есть. Не то, что была, она есть, существует. Потому что аварийность, она хоть и снижается, но аварийность имеется. И там, где действительно лежит новый асфальт, приходится заходить с аварийными ремонтами. Но в части капитальных ремонтов мы в начале года направляем список дорожникам. Дорожники этот список видят. И исходя из этого, уже планы свои на перспективу строят. И наоборот. В этом году, например, они первыми прислали свои планы. Поэтому мы стараемся скоординировать. И плановых, если точно таких ремонтов нет, где уже дорога лежит федерального значения. Ну, федеральный асфальт, так называемый. Спасибо, мы вас поняли. Благодарим за комментарий. Это был Ижевск. Это был Ярослав Кулькович Балабанов, заместитель председателя постоянной комиссии городской думы города Ижевска. Ну, и у нас остается буквально одна минута. Мы просим по традиции здесь в Орбане сказать буквально одну фразу. И, наверное, это, что мы с Колей спросим, это когда. Да, когда ждать. Да, начнем с города. Конечно. Когда ждать. Когда причешем финансовую модель. И очень бы хотелось зайти к концу текущего года. К концу текущего года. Это реально? Ну, скажем, реальность этого существует в этот момент, но на следующий год уходить с этим решением этого вопроса не очень хочется. Хотя, вот, по крайней мере, мы уже там близко, где эта ситуация может сложиться. То есть это уже не дальносрочная и не среднесрочная перспектива. К концу этого года хочется зайти. С конца сессии? Да. Понятно. Сергей Березнев. Желание огромное. Огромное желание перекладывать сети, обновлять сети для того, чтобы наши граждане почувствовали, что у них есть горячая вода, что есть стабильное отопление. Да мы про желание это все поняли. Сергей Александрович, когда? Будем смотреть на органы госвласти. Если не в этом году, то в следующем точно. Так, Улитин. Я полагаю, что в этом году мы постараемся успеть. По крайней мере, одним из итогов этой поездки возникла идея все-таки формирования рабочей группы, чтобы на одной площадке максимально быстро все эти вопросы снимать. Кто в рабочей группе? При администрации города будет все вероятно создана рабочая группа, куда будут входить общественники, куда будет входить понятная администрация города, эксперты, представители консессионера. Она вам зачем, эта рабочая группа? Рабочая группа именно для написания данной концессии, чтобы просто-напросто обсудить все точки прикосновения, все моменты, плюсы, минусы. То есть это как переговорная площадка? Да, это как переговорная площадка на сегодняшний день. Рабочую группу придется обсуждать отдельно. Нет времени. И все-таки, Сергей Николаевич, когда? Я ожидаю, что к концу года теоретически можно успеть. Конечно, нам чем быстрее, тем лучше. Спасибо. Это программа «Урбан». Мы примеряли опыт города Ижевска в части реализации консессионного соглашения по ремонту и содержанию теплосетей. Сейчас прервемся на новости, рекламу и тематические программы. В начале следующего часа творческое задание. Будем говорить про новый наш микрорайон. Урбан. Программа о городских проектах.